Тема Горегина НЖД имеет отношение к нашей общей истории, к истории Второй мировой войны. Такое заявление в беседе с журналистами сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Капыркин. «Эти вопросы достаточно деликатные. Мы видим, что в политическом и международном контексте делаются попытки переписать историю, переквалифицировать то, что тогда происходило», – тицирует его информагентство. Как уверены эксперты, заявление посла России в Армении – это ответ на нашумевшую реплику Пашиняна на встрече с российскими журналистами. Напомним, премьер-министр Армении тогда уверял, будто бы никто и никогда в нашем общении с российскими коллегами имя Горегина НЖД не называл. «Я думаю, этот вопрос присутствует в повестке наших отношений с Азербайджаном» и еще выступил против предложения главы Союза Армян России Ара Абрамяна создать совместную комиссию российских и армянских историков по вопросу НЖД, высокомерно заявив, что было бы странно, если бы мы создали комиссию с Россией, чтобы изучить нашу собственную историю. И вот теперь посол России в Армении Сергей Копыркин, во-первых, напомнил официальному Еревану, что тема Горегина НЖД имеет отношение к общей истории России и Армении, к истории Второй мировой войны. А во-вторых, напомнил, что в политическом и международном контексте делаются попытки переписать историю, переквалифицировать то, что тогда происходило. То есть, в переводе с дипломатического дал понять, что Москва рассматривает дело НЖД именно в контексте переписывания истории и попыток героизации нацизма, что в Москве, и не только в Москве, считают недопустимым. Эти слова Копыркина – верный признак, что в Москве самым внимательным образом ознакомились со славоизлияниями Пашиньяна в стиле «Для нас Горегин НЖД и Аванес Баграмян имеют одинаковые истоки, как фигуры нашей истории». И сначала разберитесь с Молотовым. Это уже можно считать большой политической и дипломатической победой Азербайджана. Не секрет, что вопрос НЖД первым поднял именно Азербайджан. И на саммите СНГ в Ашхабаде, и на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу, и на других площадках. А теперь понятно, что в нашей стране удалось превратить Дзелан ЖД уже в проблему российско-армянских отношений. Другой вопрос – последуют ли за этим заявлением главы депрессовительства России в Армении более серьезные и результативные давления на Ерван? Тем более, что одного дипломатического ай-яй-яй здесь слишком мало. А вот возможностей серьезного давления на Армению у России предостаточно.